И в сегодняшний отрывочек Писания мы прочитаем, как именно эта церковь в Ефесянах появилась в этом городе, городе, который был известен из-за своей очень такой вот большой практики и увлеченности разными оккультными вещами, когда реально дьяволу давали место. Ефесянам, или церковь города Ефеса, о служении Павла написано Деяние апостолов, Деяние апостолов, глава 19. Так Павел вошел в город, уже там к тому моменту было небольшое ядро верующих через Акилу и Пресхилу, но также он нашел небольшую группу людей, которые знали крещение Иоаннова, и они были присоединены к этой первой церкви. Ну вот начинается его такая большая миссия по проповеди Евангелия в этом городе. 19 глава, стиха 8. Придя в синагогу, он небоязненно, небоязненно, без боязни проповедовал три месяца беседы и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились там в синагоге и не верили, злословие путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Но это продолжалось до двух лет, так, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как и иудеи, так и елене. Первые три месяца ему давали возможность проповедовать в синагоге, и туда ходили люди, уверовавшие во Христа. Часть из них была евреев, часть из празелитов. Но когда в синагоге начали препятствовать, начали оскорблять, прерывать его проповедь, Павел попросил людей уже уверовавших, братья и сестер, а мы покидаем синагогу и будем собираться вместе. Я думаю, с того момента в синагоге достаточно появилось пустых мест. Для собрания они взяли зал училища тирана, человек, верно, тиран, использовал какое-то заведение, чтобы учить, возможно, воздумывать, возможно, риторики, возможно, философии. Но в свободное время ему давали место или классы, скорее всего, думают, что если Павел это делал ежедневно, скорее всего, это было в дневное время. Тогда, когда у евреев обычно был, как у нас есть обеденный прерыв, но у них обеденный прерыв длится долго, несколько часов, потому что им на пик жары. И в этот, наверное, пик жары собирались именно в помещении, закрывали оконные проемы, чтобы жара не шла. И желающие приходили на разбор слова, на беседы, на изучение иоанновских доктрин к апостолу Павлу. Итак, в синагоге он был три месяца, и в этом училище уже два года. Два года. Два года – это самый длинный период к этому времени, когда он в миссии на одном месте. И так что в этом большом городе стало очень известно, было большое количество уверовавших, как и в городе, так и в той местности, где этот город был центральным. И так же Господь давал именно в период апостолов, именно для апостолов, для первопроходцев, давал особый период чудес. Особый период чудес, чтобы удостоверить Евангелие, когда оно завоевывало новые территории. И вот какие вот невероятные события, давайте я прочитаю, если можно, давайте представлять, как такое могло быть. Происходили в Ефесе, стих 11. «Бог же творил немало чудес руками Павла». Заметьте, чем? Руками Павла. Я только считаю. «Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, тут даже рук не было, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Позже, когда Павел соберет ефесских пресвестеров, он скажет, что «Вы знаете, как моим нужным послужили мои руки». Скорее всего, или часть времени, или даже большую часть времени в Ефесе он работал. Работал в мастерской Акилы и Прескилы. Наверное, в обеденный период он ходил, проповедовал, в выходной день проповедовал, а большую часть рабочего времени он работал. И когда он работал, ну, была рабочая одежда, вот, опоясание, которое здесь написано, это, безусловно, фартух, ну, как бы, рабочее опоясание. Эти платки головные, это что-то наподобие, как у нас спортсмены одевают какую-то резинку на голову, что-то наподобие одевали рабочие люди, чтобы пот не стекал во время работы на глаза. И, наверное, что-то похожее было. Вот Павел работает, кто-то прибегает, Павел, там тебя просят, чтобы ты пошел над кем-то помолился. Говорит, ну, я же работаю, у меня есть заказ, я не могу прийти, Бог может сделать и так, на расстоянии еще, да я помолюсь. Нет, дружу, что ты пришел, потому что так человек не поверит. Ну, на мою повязку, Тимофей, пойди туда, положи эту повязку и помолись там. Приходил там Тимофей, кто-то другой, с этой повязкой, или с фартухом Павла, прикасался, и люди исцелялись, бесы оставляли людей. Это было громаднейшее проявление Божьей силы. Стих 13, вот какой резонанс это приняло. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Что-то наподобие, может быть, как нашим современным языком, как гипнотизеры или экстрасенсы. Были какие-то сыновья, даже духовного человека вроде бы, священника, первосвященника еврейского. И вот они странствовали этим, подзарабатывали. И вот в Ефесе была злачная почва, там эти люди все этим увлекались, разными заговорами, выговорами. И вот они пришли, и там занимались этой практикой, но когда узнали, что настолько было это имя Иисуса Христа стало известно в Ефесе, что его именем делаются такие чудеса, что эти люди к своим заклинаниям добавляли имя Иисуса, насколько оно было известно. Но говорили, какого имена Иисуса, потому что имя Иисуса это было, ну, обычное еврейское имя, ну, одно из еврейских имен. И они говорили, какого Иисуса, того Иисуса, которого Павел проповедует, этим именем начали использовать. Носок это имя даже среди неверующих стало вот великим. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Когда они делали очередной заговор над реально бесноватым, что-то у них, видно, получалось, если люди к ним шли. Но, скорее всего, бесы им подыгрывали, возможно, имитировали иногда свой выход от человека, якобы, чтобы люди еще больше, обращаясь к ним, еще больше поглядали в этом оккультизме, в связи с дьяволом. Но вот когда они назвали имя Иисуса, то бес, который был в человеке, сказал, слушай, Иисуса я реально знаю. То есть в аду знают Иисуса, как того, кто имеет власть над живыми и мертвыми, над духами и над людьми. Поэтому имя Иисуса там реально понимают, что это сила и это власть, которой нужно бояться. Даже Павел нам известен, там в аду мы говорим о Павле, мы знаем его, знаем, что этого Иисуса, как бы, уполномоченный человек, служитель, мы его знаем. Слушайте, но у вас о каких-то сыновях в Скебе ни разу в аду не говорилось, мы вас не знаем. Поэтому вы к нам не имеете никакого права, и этот человек, якобы больной, да, больной, ну, если по-нашему, это возможно, как человек, который имеет психическое устройство. Этот один человек, этих семь мужиков так и сбил, что вот они буквально голые, еле вырвались, полностью побитые и разбежались в разные стороны. Вот, еще раз, без говорит Иисуса знаю, и Павел мне известен. Подумайте, если мы реально отдали свою жизнь Господу, то в аду, в аду, скорее всего, он нас знает. Ну, мы знаем, что наше имя записано в книге жизни у Иисуса Христа, и это мы знаем. Но, скорее всего, не только там записано. Скорее всего, в аду есть какой-то блокнотик у дьявола. Ну, если не записано, то тебе подчеркнуто, возможно, твое и мое имя, и это, если подчеркнуто, как те, кто, кто от Иисуса, то слава Богу. Но это также говорит о том, что это реальная война, и он будет пытаться и нам мешать, как мешал, дальше видно будет, Павлу. Но он не может сделать ничего, или ровно ничего, что не допущено будет высшей властью. Говорит, а Иисуса я знаю. Стих 17, смотрите. Это сделалось, вот это вот событие, которое раньше предчислило, как имя Иисуса, было известно, что Павел делал чудеса, и вот то, что пытались сделать эти, якобы, какие-то экзорцисты, это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величайно было имя Господа Иисуса, вот еще больше. Из-за того, что люди так поняли, что, оказывается, имя Иисуса – это такая сила, а с другой стороны, это такое благовение, что нельзя просто так его к чему-то прибавить или добавить. И это случай с этими еще раз сыновьями Скевы, что люди начали просто благовеять, понимая, что это Божья сила, это Господь. И это еще больше повлияло на тех, кто уже уверовал. Смотрите, 18 стих, о ком здесь написано, еще раз. Многие же из уверовавших, из людей, которые уверовали, приходили, исповедуя и открывая дела свои, и занимавшихся чародейством довольно многие, это уверовавшие, которые раньше занимались чародейством, довольно многие, собрав книги свои, эти разные, связанные с дьяволом, колдовские, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драх. Когда уверовавшие, это были намобращенные, которые недавно уверовали, но они до этого имели опыт, когда в этом городе, это было очень распространено на разного рода оккультные вещи. Были особые медальоны, которые, медальоны с заговорами разными, или против заговоров разных, которые в Ефесе продавались из этого их центрального храма Артемиды. Это был медальон, в котором был, ну, свиточек маленький, с разными там, какими-то особыми словами, которые должны были защитить человека от всякого рода якобы беды. Возможно, здесь идет еще и об этих заговорах, этих умлетах, которые сжигали, возможно, есть речь о книгах колдовских, которые были в доме этих верующих. До того, как они уверовали, они этим занимались. Когда поняли, что есть дьявол, и этого дьявола нельзя никак быть связанным с дьяволом, поняли, что нужно быть чистым от этого, то люди просто приходили и говорили, у меня это было, у меня это было, я раньше этим занимался, я раньше этим занимался. Я уверовал, этим не занимаюсь, но у меня оно дома хранилось. Теперь я понял, что это нельзя это иметь дома. Я понял, что всякая связь с дьяволом должна быть порвана. И люди просто приходили и сделали костер из этих вещей, которые приносились, разных амулетов и разных книг. Костер, который, наверное, долго горел. Там люди исповедовались и говорили, что я принес амулетов на такую-то сумму, я принес книгу на такую сумму. Когда-то подсчитали, вот эта вот сумма 50 тысяч, ну, буквально с требных монет, возможно, драхм. Если драхма, то это, ну, как динарий, дневной заработок человека. То есть это 50 тысяч рабочих дней. Это очень много. Собрали сумму, 50 тысяч рабочих дней, это очень много. То есть если рабочий человек в нашем за год где-то имеет 300 рабочих дней, ну, у нас даже меньше с праздниками, пусть будет 300 рабочих дней. То есть нам нужно больше, чем 3 года, чтобы одну тысячу дней взять. А если 50 тысяч, то сколько не проживешь? Это нужно всей семьей и с детьми работать, и на пенсию не выйдешь. То есть такая большая сумма говорит о том, насколько люди погрязливы в этих вещах. И насколько они, ну, бесповоротно решились этим порвать. Это нельзя было продать, потому что понимали, что как, если это плохо, то и продать кому-то нельзя. Нужно просто уничтожить. Знаете, как, помню, как у нас брат Сема рассказывал, как он уверовал в Карлашовке, и, знаете, это же Молдавия, были бочки вина с дома. И он уверовал, и тихо, все это вино, несколько бочек, около 3 тонн вылил. Человек понимал, что если это плохо, то ему плохо, и он не даст другим, потому что это плохо. Сих 20-й. С такой силой возрастало и возмогало Слово Божье. В украинском переводе, как на звучит там, я себе писал, как в украинском переводе, с такой силой, так, муче росло, это измяснялось. Вот. Росло, то есть, все больше и больше людей принимало его, и измяснялось, все больше и больше оно имело власть над верующими людьми. То есть, эти факты показывали, что Слово Божье, еще раз, все больше людей принимало, и те, кто принимало, все больше и больше отдавали всю свою жизнь под его власть, подчинялись полностью его власть. Вот Слово Божье побеждало все грехи в жизни человека, в сердце человека с такой силой. Это показывает, что мы тоже живем во времена, когда очень много и мы в своей жизни до уверования имели какие-то связи с этими разными вещами нехорошими. Что-то имел какие-то нехорошие книги, кто-то собирал или читал какие-то гороскопы, ну, все возможные, какие-то амулеты. Иногда она под маркой Иисуса пишет, это под Иисуса, но это что-то похоже, как те сыновья скевы, когда сходишь к человеку в машину или в маршрутку, все обклеено всевозможными амулетиками, и там даже под маркой Иисуса, но это амулеты, это не живой Бог. Это надежда на какие-то вещи, которые должны их не сохранить, а не упоминание на Бога и на Его Слово. Люди порвались этим, порвались, верующиеся начали рвать, отказываться, свою жизнь полностью менять, по Слову Божьему, радикально. И вот, давайте, стих 23, показано, насколько это все меняло жизнь в городе, стих 23, в то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаем руками человеческими не суть Боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрении, но и храм великой богини Артемиде ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. человек, который зарабатывал по-нашему сувениры якобы делал, какие-то макеты их главного храма, но это были не просто сувениры, люди их покупали за якобы их силы культные, думают, что в каждом доме в Ефесе была статуя этой богини, Ефесской богини, Артемиды, она якобы защищала от всего плохого и от болезней, и люди заметили, эти люди, ремесленники, заметили, что ихняя продукция, спрос падает и падает, меньше продается, нужно что-то делать, нужно что-то решать, давайте принимать решение, чтобы в будущем нас кризис не постигнул, и они понимают, что причина в чем, почему люди меньше начали покупать эти ихние якобы сувениры, в кавычках, которые имеют духовную подоплеку, поняли, что просто какой-то Павел пошел в ихний город, учит чему-то, и жизнь в ней меняется, и они это не покупают, что-то нужно делать, иначе кризис, беда, вся экономика рухнет, и когда, ну, читаем дальше, цитинь, 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 выслушав это, они исполнились ярость, и стали кричать, говоря, великая Артемида Ефесская, и весь город наполнился смятением, то есть, вот, чуть ли не восстание, схватив македонян, Гайя, Аэростарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище, но зрелище это амфитеатр, что-то наподобие как современные стадионы, и раскопали это зрелище или этот амфитеатр в Ефесе, его руины есть сегодня, кто поедет в Турцию, можно найти их, то почитали, что примерно в нем было 24 тысячи сидячих мест, весь Могилев мог там сесть, да, и вот весь город восстал, повели туда и наполняется, наполняется этот стадион и дальше видно, что люди два часа собрались там и неистово кричали, вот одну фразу, Великая Артемида Ефеская, так что пена изо рта летела, ну, к сожалению, иногда мы можем что-то увидеть по новостям, да, когда люди вот, вот, собрали в столбах что-то кричит, в гневе, в ярость, не знает что, Великая Артемида Ефеская, его в этом бунте, стих 35, блюститель же порядка, утишив народ, сказал, мужи Ефеские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды из Диопета, это, вот эта вот фраза служителя, это было официальное решение, которое принимал Римский Сенат, он давал право какому-то городу быть как священником какого-то божества, это было принято решение в Риме, что Ефес именно этого божества как священник, кто это не знает, секретарь 7, а вы привели этих божей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили, а вы привели людей, которые, в принципе, ничего, ну, какого-то криминального против вашего храма, который мы так все чтим, но не сделали, этот человек делал, чтобы это буйное такое вот сообщество людей как-то утихомирить, понял, что могло быть что-то невероятное, хуже из землетрясения, люди успокоились, разошлись, оказывается, реально им было чего волноваться, не только этим ремесленникам, это была целая индустрия, которая была построена на храме, они его не обокрали, оказывается, храм Артемиды, не только храм Артемиды, но в данном случае этот храм служил своего рода как банк, почему, потому что была такая священная боязнь, людей на уровне как бы подсознание что-то войти в храм и там украсть, и люди хранили свои ценности там, сдавали жрецам на хранение, не только Ефеса, это был настолько был крупный храм, что многие городов люди приходили, сдавали им ценности на хранение, а жрецы давали эти ценности, ну, эти серебро кому-то потом под процент, и имели еще с этого еще большую прибыль, и это был настолько людей священный этот страх, что даже вот город Ефес не раз был завоеван разными войсками, но ни разу храм был не ограблен, и там были еще раз, ну, по-нашему, миллиарды, миллиарды сохранились, и когда услышали, что вроде бы храму что-то угрожает, тут все паника, а у меня там сбережения, а я там еще что-то имею, все сбежались и это паника, крик, но эти мужи ничто не нарушили, так что успокойтесь, успокойтесь, но Павел понял, что ему нужно уходить, но он это понял еще раньше, вот этот бунт не изменил Божьи планы, смотрите, стих 21, до бунта, до бунта что произошло, 21 стих, когда же это совершилось, ну, вот это пробуждение, которое произошло, когда же это совершилось, Павел положил в духе пути, он уже принял решение, Бог уже ему подсказал его духу, что нужно уходить, и этот бунт, который возник, он не изменил план, то есть, Бог не допускал этого бунта, ну, до трех лет, скорее всего, Павел был в Ефесе, когда уже нужно было уходить, он где-то допустил этим бесам, что там делать какой-то заколот, но который тоже не повредил Божьим планом, История Эфесов, и Эфесской церкви показывает, насколько сильным есть Божье Слово, насколько мощным может быть пробуждение через Божье Слово, так что жизнь в городе изменилась, ну, и это было не только в Ефесе, не раз в истории, когда были случаи, когда в городах препятствовалась Евангелие, и был момент, когда массово люди принимали Слово Божье, то жизнь изменялась, бари закрывались, алкогольные отделы в магазинах закрывались, из-за того, что никто не покупает, такие были пробуждения, разные там плохие заведения закрывались, потому что люди каялись и ни одно в них не ходили, вот жизнь изменилась, вот так жизнь изменилась и Ефесе, потому что Слово Божье посетило, и Бог дал пробуждение, Слово Божье посетило нас, и оно нас завоевало, и Бог желает, чтобы оно имело еще больше власти нашим сердцем, чтобы все греховное было то, то, что Словом Божьим облечено, обнаружено, было выкинуто, было сожжено на этом костре, да, как непотребство, и мы были свободны для Господа, вот, именно этим Ефесянам Павел потом пишет, что, вот не только с дьяволом была та связь, которую вы порвали, вот, с этим каким-то оккультизмом, но с дьяволом может быть связь через грехи, через гнев, его выкиньте, пусть нам Бог благословит, чтобы наше сердце было всегда готовым очищаться, освящаться, быть Ему отданным, быть Ему посвященным, пусть Бог даст нам видеть, как Слово Божье растет и укрепляется, чтобы еще больше, больше людей Слово Божье слышало от нас и видело в нашей жизни, как оно имеет большую победу. Дай Бог, чтобы в наших еще городах и в нашем городе наступили пробуждения. Дай Бог нам быть людьми, которые будут Ему содействовать. А с чего началось пробуждение? С того, что верующие поняли, что нужно Богу дать полную власть, выкинули все то, что было неугодно. То есть пробуждение начинается с церкви, с нас. Когда мы даем право всю власть, Слово Божьем, на свои жизни, и это становится настолько очевидным, видным для остальных, что остальные поражаются, и оно как бы удостоверяет это сила Божья, и эти люди ищут Господа и спасаются. Пусть это будет для Его славы. Аминь.